Ну что же, дорогие друзья, мне кажется, самое время начать наш круглый стол. Он обозначен как традиция и современность, и какая она современная иллюстрация. Но поговорим мы и об этом, и о многом другом. И, между прочим, вопросы из зала приветствуются. Итак, особенность нашего разговора состоит в том, что наши замечательные спикеры, они одновременно и художники-графики, художники-иллюстраторы, и одновременно они преподаватели. Поэтому отчасти наш разговор будет под этим углом, потому что мы поговорим и о том, как работают наши дорогие друзья, и о том, как они преподают. Я уверена, что у вас у всех, дорогие зрители, хорошая память, и вы помните представление наших гостей и наших друзей. Ну, просто очень приятно повторить это еще раз. Анастасия Ивановна Архипова, художник-иллюстратор, заслуженный художник Российской Федерации, председатель секции «Книжная графика Московского Союза художников», действительный член Российской Академии художеств и доцент кафедры искусства графики Государственного художественно-промышленного университета Строгановки. Николай Юрьевич Лаврухин, художник-график, профессор Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной Академии имени Штиглица, действительный член Петровской Академии наук и искусств. Евгений Подколзин, художник-график, член Московского Союза художников, заведующий кафедрой иллюстрации и эстамп Института графики и искусства книги имени Фаворского в девичестве полиграфа. И Андрей Картович, художник-график, член Союза художников России, член Московского Союза художников, доцент, руководитель профиля иллюстрация Института бизнеса и дизайна Москва. Мой первый вопрос ко всем нам, вам, он такой отчасти статистический, отчасти для разминки. Звучит он примерно так. Как вы считаете, количество особо одаренных, талантливых молодых людей, поступающих к вам учиться, оно убывает, возрастает или оно неизменно? Иными словами, не оскудевает ли земля талантами? И я бы первым попросил ответить на этот вопрос Николая Юрьевича, потому что, если я не ошибаюсь, его педагогический стаж – 33 года. Да? Да. Спасибо. Земля не оскудевает. Не оскудевает. У нас все пришедшие к нам учиться, они все талантливые девушки. У нас тоже. Это такая тенденция. Вот. Когда-то мне Михаил, как-то, товарищи Никушин, скульптор, знаете, да? Он когда-то говорил, вы знаете, надо собирать красивых людей. Что мы и делаем. Что мы и делаем. Что в этом деле есть, какой недостаток? Недостаток в этом деле состоит в том, что эти замечательные, красивые, талантливые девушки очень часто плохо подготовлены к будущей профессии и к будущей обучению. Им бы очень неплохо было бы, конечно, где-то немножечко прийти уже более в таком... в качестве, которое позволило бы им освоить наши программы. Поэтому у нас есть некоторая проблема с этим. Она связана с тем, что какое-то время мы должны потратить на то, чтобы их подготовить к этой работе. Поэтому у нас есть первые два года, это называется общий курс композиции, где у нас учатся и те, кто будет художниками-станковистами, и те, кто будет художниками-книги. И у них общий курс, и они вот как бы пытаемся восполнить тот недостаток, который у них есть. И те, кто делают это прилезно, те справляются с этой задачей, справляются и должен вам сказать, что дальше следует третий, четвёртый курс. И это и есть базовый курс, где мы знакомимся с основными элементами книг, и что с ними надо делать, и как это в целом должно сложиться в единый организм. А пятый и шестой курс – это уже строгая индивидуальная работа, хотя у нас индивидуальная работа, начиная с первого курса, но тем не менее, это строгая индивидуальная работа, и здесь мы как-то ищем, какой там плуа у каждого. Тот, кто занимается книгой, кто-то делает сказки, кто-то… Ну, вы понимаете, о чём речь идёт. Да, конечно. Вот. Так что… С вашей точки зрения не оскудевает. Не оскудевает, да. И начиная где-то с третьего и после четвёртого курса мы стараемся их приучать к работе в практической сотрудничестве с издательствами, что является частью профессии, умение работать с издателем тоже можно считать частью профессии. Да, конечно. Вот примерно так. Да, спасибо. Ибо насчёт построения программы, и это мы ещё обсудим. Да, впереди. Анастасия Ивановна, как с вашей точки зрения? Ну, ответ А точно можно вычеркнуть. Конечно, нельзя сказать, что оскудевает, что стало меньше. А больше или неизменно, ну, это бывает по-разному, год на год не приходится. Есть выпуски, когда прямо вот всплеск какой-то замечательных художников получается. Есть поскромнее, когда куда-то исчезают люди, растворяются, занимаются чем-то совсем другим. Вот так что бывает по-разному. Но в целом недостатка в студентах мы не испытываем. У нас их каждый год всё больше и больше. Спасибо. Евгений Николаевич. Ну, я, во-первых, могу согласиться с коллегой, да, то, что действительно очень слабо подготовленные приходят у нас студенты на первый курс. Но количество студентов растёт. У нас в этом году просто вот битва была за платные места даже, да. То есть у нас какой-то такой конкурс очень серьёзный. И потом вот сейчас у нас сидят шестикурсники, их 30 с небольшим человеком. А первый курс почти 120. Но знаете, что вообще у нас вот когда вот сентябрь начинается дипломная кампания, мы всё ходим и говорим, какой ужас, какой кошмар, какие они бездарные, какие они ленивые. А потом наступает лето, солнце, светит тепло. И вдруг оказывается, что это всё очень здорово, всё очень профессионально, всё очень хорошо. Но мне кажется, очень важно то, что вот первокурсники вот, да, вот сейчас пришли, сейчас, конечно, трудно во всех разобраться, но вот глаза горят, им хочется работать, им хочется что-то делать. Ну, я вот даже вот девочку до слёз довёл на первом курсе. Как это? Ну, потому что она старается, а я хочу, чтобы было ещё лучше. Она расстраивается. Ну, наверное, она плакала, но не при мне. Но я её почти довёл до слёз. Я ненарочно. Евгений Николаевич, я не могу вас не перебить, вы в курсе, что существует официальный термин «люди, помогающих профессии». К ним относятся социальные работники, священнослужители, психиатры, психологи и мы, педагоги, которые должны в себе невольно соединять первое, второе, третье, четвёртое. Да, мы именно всё это и соединяем, так и есть, да. Вот, поэтому, ну, конечно, понимаете, главное, да, то, что им интересно. Вот если, ну, это всегда видно по работам студента, когда скучно, когда ему неинтересно. Такие есть даже, ну, что тут говорить, да, и которые, в общем, бросают профессию, лишь бы доучиться, получить диплом. Ну, есть такое, да, небольшой процент. По ним всегда видно, когда им скучно. Вот, ну, вот сейчас вот глядя вот на первый курс, да, вот им интересно, они вот, они увлечены, и это здорово. Остальное всё научим, я думаю, всё-таки шесть лет, достаточно много времени. Андрей Владимирович, что скажете? По поводу талантливых? Да. Не оскудевает. Это невозможно, потому что природа-то, она рождает талантливых. Вот, даже если мы посмотрим, вот студенты разных вузов здесь сидят, глаза горят, рисуют. Вот мне очень приятно было, когда мы там выступали, открывали, да, и ребята рисовали, делали там зарисовки. Может, карикатуры рисовали с нами? А может быть, и хорошо. Я даже в шоке был, что они рисовали. И здесь получается, что, ну, наша профессия, она вообще подразумевает, ну, такую, как бы, не массовость, а более эксклюзивность. И здесь я уже задумываюсь над тем, что будут делать наши выпускники дальше. Выпустить-то мы их выпустим. А дальше куда? Дальше они выходят во взрослую жизнь, и оказывается, что таких не менее талантливых, не менее замечательных, их очень много. И выпускников, и других вузов, и даже тех, кто не учился в вузах, и без дипломов, тоже, пожалуйста, самое главное. Драйв есть, да, есть цель, и многие думают, а зачем мне учиться, когда можно какими-то курсами онлайн взять. Вот, то есть это тоже проблема, я думаю, она есть, и она существует. И поэтому здесь получается, что между, ну, вот, если в нашей профессии, то если грубо так обозначить, есть те, кто люди с именем, да, те, кто всю жизнь, не одно десятилетие посвятил совершенствованию себя в профессии, есть так называемые, ну, назовем так, скороспельные, да, художники, которые там, ну, я не знаю, через Инстаграм там и так далее себя продвигают. И есть очень большое количество выпускников, вузов, которые тоже хотят кушать хлеб с маслом, и которые тоже хотят как-то реализовать себя в жизни. Вот это вот тоже, я думаю, проблема есть. Она есть, возможно, мы позже ее коснемся. А теперь у меня к вам, дорогие друзья, второй вопрос. Жизнь меняется. Художник книги отличается от художника-живописца тем, что он, все-таки его занятие отчасти прикладное, и он не сам по себе, он в взаимодействии с издательством, со всей медиасферой. И в связи с этим, естественно, какой-то подход к образованию должен меняться или как-то корректироваться. Вопрос такой. Как учили вас и как учите вы? Что изменилось? И можем начать прямо с Андрея, чтобы нам по-разному. Уровень преподавания, конечно, не должен снижаться, Несмотря на то, что, ну, мои наблюдения, это личное, это как бы мое сугубо личное мнение, что очень много, да, там с каждым годом поступают, ну, так называемые, более инфантильные, что называется. Студенты, это не в обиду никому, да, но просто действительно не совсем подготовленные. Именно для, не то, что обучения, да, за многих, как вот, некоторые, за некоторых решили родители, да, поступать, что ты иди там туда, да, кто-то готовился целенаправленно. И поэтому наша программа обучения, я думаю, что и во многих ВУЗах, она не должна падать, да, не должна быть рассчитана именно на неподготовленных. Все-таки ВУЗ подразумевает определенную базовую подготовку. Когда, я могу привести пример такой из воспоминаний моего деда Василия Васильевича Картовича, который закончил, учился и закончил Академию художеств в Петербурге. Вот, во время, он попал там во время блокады, вот, и потом он после уже, после окончания Великой Отечественной войны, он преподавал, там, это получается, с конца 40-х годов по середине 90-х преподавал в Ярославском художественном училище. Так вот, он говорил, что не спеши, не спеши, мы учились, да, он говорил, первый курс вообще осваивали только прямые линии, осваивали карандаш, бумагу, да, в конце первого курса или там в начале второго наш задание было табурет нарисовать в разных ракурсах. То есть, все постепенно, это и есть совершенствование, это и есть, ну, некий, я не знаю, так если аналог проводить, шаолинь, да, вот, а многие сейчас хотят, как вот, там, через полгода уже, чтобы быть такими профессионалами, да, но это не получается. Да. Евгений Николаевич. Ну, про последовательность, да, это действительно очень важно, потому что, ну, это, это необходимо, наверное, да, здесь. Все-таки мы, наверное, не требуем, там, готового проекта, там, на первом, втором курсе, это все-таки серия упражнений каких-то определенных, вот, хотя, кстати, для нас, наверное, вот, первый семестр, первый курс, он такой диагностический скорее, то, что нужно поставить каждому диагноз, а работаем мы с каждым очень точечно, очень индивидуально, поэтому, вот, поставить диагноз и понять, что дальше делать, что исправлять, что является достоинством, что недостатком, вот это, мне кажется, очень важно, да, вот, познакомиться и, ну, практически получается так, что с каждым студентом устраивается какая-то очень индивидуальная программа, хотя, конечно, общее задание для всех и так далее. Мне кажется, если говорить о том, что изменилось, ну, я все-таки учился в Советском Союзе, и понятие рынка для нас было, ну, чуждо очень, а сейчас это, ну, очень важная составляющая такая в работе художника, и вот вызовы рынка мы должны как-то разбирать. То есть, с одной стороны, мы, конечно, можем с первого курса натаскивать, настраивать на какие-то рыночные требования, и, наверное, получится, да, и, ну, и выпустим еще, там, 30-40 человек таких же, ну, как многие-многие другие. Анонимных авторов. Ну, да, это все-таки можно, но, мне кажется, вот развитие каких-то креативных творческих способностей, индивидуальности, это, мне кажется, важнее, потому что, ну, конечно, эксперимент для нас – это очень важно, но человек, который пройдет вот эту школу, да, который может экспериментировать, может творчески интерпретировать текст и так далее, и так далее, даже в структуру рынка он строится очень индивидуально, очень основательно, и при наличии определенного профессионализма это все должно получиться. Вот, мне кажется, это очень важно. С одной стороны, да, мы должны все время говорить о том, что есть рынок и его диктат, и вот цензура рынка, она очень, ну, потому что искусство книги, искусство иллюстрации в СССР – это, ну, была зона свободы все-таки, да, там не было, в общем, ну, тем более, тем более не было вот такой рыночного давления. Сейчас это есть, это нужно учитывать, но творческие способности, креативность, способность к эксперименту – это очень важно. Тогда получится встроиться в рынок, мне кажется, что это так. Спасибо, да. Анастасия Ивановна, что скажете? Мне кажется, три основных различия по отношению к тому, как учили нас и, может быть, даже следующее поколение. Я сама, у меня не такой большой стаж, может быть, 8 лет всего, но могу считать себя вправе уже делать какие-то обобщения. И, во-первых, конечно, существенное изменение – это то, что сейчас есть интернет, и то, что все студенты, им доступна любая информация. Они видят прекрасно не только то, что им предлагается в институте, их педагогами, а они видят прекрасно то, что происходит вокруг, в мире, в других странах. Что нравится, что пользуется успехом, что модно. Они тут же это все видят. Второе – это, собственно, к первому еще относится. Это то, что они сами могут свои работы демонстрировать так же просто, как и смотреть чужие. То есть они могут выложить в интернет, показать, услышать какие-то отклики, обратную связь, кому нравится, получить какие-то комментарии, комплименты. То есть это все распыляется на большое-большое пространство. Это, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, это очень усредняет планку какую-то, потому что им важна вот эта вот оценка совершенно, может быть, непрофессиональной, широкой публики, но это тоже для них оказывает на них определенное влияние. Второе – это то, что студенты сами переходят часто на цифровую графику. То, чего не было в наши времена. В наши времена оригинал, иллюстрация, сделанная руками художника, имела ценность произведения графики, именно графической, наряду со станковой графикой. Сейчас студенты начинают с самого начала использовать цифровую графику, и это, конечно, хорошо, потому что это помогает им впоследствии работать для издательства, это ускоряет процесс, это позволяет как-то увидеть сразу, как это будет выглядеть в книге, быстро что-то поправить. Но это меняет статус работы. То есть произведение другого характера, оно не является произведением графики, как мы привыкли это расценивать. Хорошо это или плохо? Ну, это не хорошо, не плохо, это вот такой период сейчас. А третье, могу про себя сказать, как про педагога, но и не только. Раньше, если художник руководил мастерской, это было во времена давние достаточно, то студенты часто выходили из мастерской очень похожими на своего руководителя. То есть мы знаем, руководитель мастерской, его ученики – это какой-то один похожий язык, похожие образы. Он такое сильное влияние, может быть, давление на них оказывал. Сейчас этого не происходит у нас во всяком случае. То есть каждому студенту подходы индивидуальные студенты разные, разная одаренность у них, одни по одному мыслят, другие по другому. Важно с каждым из них работать по отдельности, видеть, что у них является сильной стороной, чего они хотят. Это как-то поддержать, вывести на профессиональный уровень. Спасибо большое, Николай Юрьевич. Что скажете? Ну, у меня были очень хорошие педагоги. Классики, так сказать, книжной графики. Епифанов Геннадий Дмитриевич. Ну и сопутствующие вместе с ним работающие в Академии художников. А, простите, еще, вы, кажется, учились у Курдова или занимались? Да, это была позже творческая мастерская при Совете художников. Была такая у Валентина Ивановича Курдова. Я действительно занимался. Но это была уже такая не совсем учеба. Это скорее такая вот работа вместе с мастером. Ну, я это к тому. Но разница, конечно, существует. Потому что, все-таки, я получал строго академическое образование такое, где, ну, не предполагалось, что вы должны будете сейчас, вот еще будучи студентом, каким-то образом работать, сотрудничать с какими-то издательствами или какую-то выполнять реальную работу, вот. Более того, это даже в какой-то период не приветствовалось, так скажем. И я думаю, были вполне серьезные основания. Потому что либо это расходилось с программой, либо это мешало, либо просто физически мешало. Потому что, ну, человек занят одним, а ему нужно делать другое. Тут очень сложно бывает. Ну, тем не менее, я, надо сказать, начал работать, когда мне на втором курсе. То есть, нарушили правила. То есть, я не нарушал, но да, так получилось. Вот. И теперь, когда вот я сам преподаю, а преподаю я, ну, не так давно, потому что, ну, я стал преподавать, когда мне было 40 лет. Это, значит, с 90-го года я начал преподавать. Просто прошло уже еще 33 года, поэтому... Внезапно прошло, да. Получилось так. Так вот, мы, пожалуй, новым является, несомненно, технология изменилась вся. И то, что можно было, то, что можно делать теперь, совершенно невозможно было делать раньше. Нельзя было взять книжку от начала до конца. Это невозможно просто было. Сейчас только технология изменилась, и, конечно, мы эту технологию используем по полностью, по всем, так сказать, возможным вариантах. Вот. Но главное, что мы стараемся быть ближе к реальной жизни. И наши все усилия сводятся к тому, чтобы подготовить художника к работе в реальном мире, так сказать, работы с издателями. Ну, это не значит, что мы стараемся подстроиться под требования какой-то сиюминутной конъюнктуры издательской жизни. Здесь всегда есть очень сложный баланс интересов. Поэтому мы работаем с теми издательствами, сотрудничает кафедра наша с теми издательствами, которые нам помогают, идут навстречу. И, собственно, все, что мы делаем в реальности, мы делаем в рамках учебной программы. То есть, собственно, я и руковожу этим процессом. Потом находим, если надо, какой-то компромисс с издателем. Ну, пока это дает результат, потому что, должен тоже сказать, что у нас нет художников, похожих на Лаврухина. У нас все художники разные. Все художники разные. И мы, в общем, специально за этим следим. Специально следим за этим, потому что, ну, просто так мы правильно считаем, что должны быть разные художники. Ну, и вообще, система, особенно в условиях, когда подготовка студентов предварительная, невысокая, здесь очень важно, ну, как бы, сочинить художника, чтобы он нашел свою нишу. Чтобы он нашел свою нишу, я вспоминаю то, что мне рассказал как раз Валентин Иванович Курдов в свое время, как работал Лебедов в издательстве. У него же не всегда работали художники с хорошим, там, академическим образованием. Или большинство классиков в детской книге Ленинградской, они все же оканчивали живописный факультет. Поэтому, значит, там были свои особенности. Важно было найти ту нишу, в которой этот художник мог себя проявить наиболее полно. И, собственно, этим мы и занимаемся. Так что вот примерно так. Да, спасибо большое. А следующий вопрос. Меня к вам, в общем, в большей степени не как к педагогам, а как к художникам. Но звучит он так. Не мешает ли преподаванию собственной работе? Понятно, что оно, мягко выражаясь, отъедает кучу времени и силу. Но не съедает ли оно, собственно, творческую энергию? Вот такой вопрос. Можно я сразу коротко скажу? Время съедает, а сил, наоборот, прибавляет. Точно? Да, да, да. Время, да. Особенно, конечно, заведование кафедры. А все, что я хотел сказать. Помогает. Ну, я тоже скажу то же самое. Думаю, мы все кратко ответим одинаково на этот вопрос. Времени, да. Время занимает. Но на самом деле не мешает. Самой собственной работе нет, не мешает. Наоборот. Ну, могу тоже добавить то же самое. Конечно, время требует и сил требует. Особенно, если вы работаете так в индивидуальном порядке. Но обучая других, вы учащитесь сами. Мы становимся лучше и сильнее. Присоединяясь тоже к коллегам. Отнимает, с одной стороны. Но, с другой стороны, вот эту творческую энергию, творческий импульс, ты направляешь на проекты наших дорогих студентов. Вот. И тоже какое-то идет взаимообогащение и, собственно, творческий процесс. А вы не испытываете такого чувства, которое я иногда испытываю, когда смотрю на их работы и думаю, боже, они такие смелые. А я не такая. Да, иногда убить хочется. Хочется. Потому что это так здорово бывает. Супер. Мы мастера непедагогических высказываний сегодня. Ну, в общем, да, действительно, есть такое чувство. А следующий вопрос. И на самом деле я почти уверена, ну, как бы могу предсказать ваш ответ. Но, тем не менее, вопрос этот очень важный. И он действительно, ну, отчасти уже немножко прозвучал. И даже я, пожалуй, процитирую нашего коллегу Олега Корытова, который очень афористично сказал, уровень поступающих все ниже и ниже, уровень выпускаемых все выше и выше. Я хотел вот все-таки отдельно заострить внимание на том, условное. Оно у всех из нас, ну, в разной степени академичности и классичности. Но вот это классическое образование, включающее в себя рисунок, живопись, пластическую анатомию, теорию композиции. Надо ли их преподавать в том виде, как нужна ли она современному молодому художнику? Или надо развивать воображение, ассоциативное мышление? Нужна, конечно. Вот я, извиняюсь, я опередил. Нужна эта фундамент, эта база. Как можно сделать, ну, не знаю, там, убедительно нарисовать или сделать убедительную композицию, не зная ее основ. То есть, зная базу, ты можешь уже, там, и самовыражение, вот, что называется. И ассоциативное мышление. И ассоциативное мышление. Без этой самой базы у нас получается кружок по интересам просто, а не выше. Ассоциативное мышление тоже надо параллельно. Все вместе, все вместе. Чтобы, с одной стороны, не засушить, с другой стороны, развить индивидуальность на классическом фундаменте. Ну, я не знаю, мне. Фундамент обязательно, да. Ну, вы знаете, это не такой простой вопрос, на самом деле. Да, нужна, можно одним словом сказать. Но важно научить студентов использовать свои эти навыки. Потому что очень часто, вот я с этим все время сталкиваюсь, они не умеют использовать то, чему их учат на рисунке и на живописи. То есть это одно, как бы одна половина человека. Он старается делать на пятерку все, что ему задают, студирует вот это все, а начинает делать от себя работу, вот уже такую, которую мы должны обучить. А они совершенно как будто ничего этого никогда не делали. Аналогично, да. Вот, собственно, наша задача именно в том, чтобы они научились одно соединять с другим. Это самое трудное, по-моему. Опять же, вот, потому что еще в студентах, вот я тоже наблюдаю, есть такая школьная, ну, я не знаю, назовем так, школьный атовизм, когда отдельно изучают химию, отдельно изучают физику, отдельно математику, отдельно русский язык, сдают, там контрольные пишут, там с преподавателями работают, но в единую картину у школьников редко когда это все складывается. У нас еще даже иногда и какие-то достижения по композиционному проектированию приходят на иллюстрацию, и вдруг макет не может. Да, да, то есть они там выполняют, здесь они навыки на этой дисциплине, ну, там, скажем, в иллюстрации они все забывают. Такое тоже есть. Но я думаю, что это, когда чем человек взрослее, чем он осознаннее, чем у него больше опыт, именно и жизненный опыт, опыт обообщения, и получения знаний, и фильтрация этих знаний, да, и как применить эти знания на практике, да, практическое применение, то все у него как-то может получиться. То есть я думаю, что просто сразу после школы, когда там 16-17 лет поступают, то действительно еще пока такого опыта, практического применения комплекса знаний еще пока у людей просто, ну, неоткуда взяться. И вообще возрастной цен свел бы для наших специальностей? От 25 лет? Ну, от 20 хотя бы. Жестко. И чтобы они заканчивали наш институт в 31 год? Ну, это же так, помечтать. А, помечтать. Хорошо. Это мы запишем в графу помечтать. Николай Юрьевич, что скажете? Ну, тут есть, по-моему, очень существенный вопрос. Он такой важный, на мой взгляд, очень и в последнее время, особенно это заметно. Видите, в России, в нашей стране последние там 100-150 лет была очень хорошая художественная база, школа. И многие поколения наших художников, они пользовались этой базой. Ну, и на данный, в данном этапе очень важно сохранить культуру изображения, потому что вот здесь у нас очень могут быть большие проблемы. Это как раз связано с вот этим рисованием по представлению, от себя, как угодно называйте это. Вот, и взаимосвязь между студийными рисунками, академическими рисунками и рисунками в композиции, рисованием в композиции, конечно, она должна быть вместе. И, естественно, тот, кто преподает композицию, должен следить за рисунком, за дисциплину рисунка, это не должно быть оторвано. Это, ну, в общем-то, так, где я учился, это было, но тоже, может быть, не в должной мере. Вот, потому что всё-таки студийный рисунок – это студийный рисунок, а когда мы переходим в другую сферу, а тем более, когда палитра стилистическая очень широкая, здесь очень важно умение именно культуры изображения. Здесь вот в этом кроется, на мой взгляд, такую очень и опасность, и необходимость сохранения этой культуры. Ну, как раз сложность в том, чтобы научить использовать то, чему их обучали, но не буквально. Это не значит, что навязывать им только один вот какой-то язык вот такого рисования классического. А понимать, что принципы композиционные могут быть использованы по-другому, но это профессионализм, то, чему их обучали. Ну, даже чтобы добиться какой-то, да, там, стилизации, деформации, ну, той же, там, не знаю, человеческой фигуры, конечно, здесь очень помогает, да, базовая школа рисования, да, то есть вот просто вот начинать так корёшить, деформировать без базы получается не очень. И хорошо подготовленный рисовальщик это делает значительно интереснее, конечно. Ну, собственно говоря, пример, там и Малевич, и Шагал, и Кандинский, ну, что тут говорить, да, Пикассо, ну, их миллион. Ну, да, потом получается, что тоже мы видим уже конечный результат, ну, скажем, там, в книге или других, на других носителях, когда иллюстрация, да, а мы, и студенты, да, забывают о том, что между конечным результатом и как к этому дошёл художник, очень большой труд, и это именно не сразу он выдаёт конечный, да, это и поиск композиции, и наброски, и поиск языка, там, художественного воплощения, то есть мы видим только кусочек айсберга, а самопредварительная вот эта вот работа, она видна только самому художнику, ну, и издателю тоже в паре. Да, и позволю себе своё мнение высказать, я, конечно, за... в значительной степени консервативный путь образования в этой области, в смысле рисунка, живописи, основ композиции и знания анатомии, потому что в некотором смысле это, ну, прививка против слишком простой стилизации подо что-то. То есть когда человек умеет, грубо говоря, рисовать, из этого состояния гораздо легче вырастить своё собственное индивидуальное лицо. А честно говоря, я не знаю, это, конечно, ну, отчасти... Ну, тут все шутят, но я тоже могу пошутить. У меня есть такая шутка, что вот есть замечательный художник, современный, с хорошим именем. Вот мне кажется, вот я даже думаю, что мы могли бы такой конкурс провести, схватить на улице случайного прохожего. Для надёжности приковать его, конечно, к батарее наручниками. И научить его рисовать точно, как вот этот художник, я могу за две недели. А вы? При условии хорошего питания. Ну да, если интенсив, да. Ну, если это не художник Спирин. Если напугать, вот, да, что должен затенеть. На самом деле здесь такая есть проблема ещё и в образовательной деятельности. Сейчас очень много, да, и платных вузов, да, и платных мест небюджетных. И, ну, некие... Может быть, и родители самих детей, да, они говорят, ну, давай вот уже, давай результат, там, скажем, там, через год где ты, там, вот. Где результат? Ну вот, хотя многие не понимают, что, опять же, к этому результату нужно ещё и дойти. Да, это очень долгий путь. На самом деле это действительно... На самом деле это не шутка. Это то, что часто предлагается. Это обучить приёму. Обучить приёму. Вот посмотрите, как можно сделать быстро и легко, что будет похоже на профессиональную работу. Это подражание тогда получается. Подражание какой-то формы, внешней формы. Да, конечно, это в некотором смысле опасность для молодых художников, потому что мы, они видят, мы и они, мы видим какие-то действительно чудесные образцы, и, ну, может возникнуть желание следовать им с излишней буквальностью. Это, конечно, в общем, ловушка, скажем так. С другой стороны, да, вот какое-то подражательство, оно всё равно есть индивидуальность, если это настоящий художник, оно переварится, вот это всё, да, переварится, переварится как-то, и всё равно возникнет индивидуальность. И истинное лицо вылезет. Мне кажется, что это возможно отталкиваться от какого-то образца, ну, просто образцы должны быть, ну, какие-то такие, да, то есть вот что-то оттуда. А индивидуальность, оно переварит, переварит, и это все уйдет в творческую энергию, а ненужное выйдет. Ну, это в лучшем случае. Ну, это в лучшем случае. Я же говорю все-таки о подарянном. Но мы оптимисты. Друзья, мы как-то можем очень и очень плавно переходить к финалу нашего круглого стола. И в конце у меня такой вопрос. Может быть. Хотя с вами никогда неизвестно, какой получишь ответ. Надо ли бояться нам, что придет искусственный интеллект и нас всех отменит? Ну, что же, можно, наверное, что-то сказать по этому поводу. Пока можно не бояться. Ура! Спасибо. Ну, я думаю, он уже пришел, на самом деле, искусственный интеллект. Но нашему поколению можно не бояться, пока он будет развиваться еще. А вот молодым, может быть, им надо бояться. Для молодых есть опасность, я согласен. Андрей. А я его осваиваю. Ну, искусственный интеллект, вот те же самые нейросети, это тоже общение. Это общение с машиной, это общение, как ты поставишь, да, как ты поставишь запрос, как ты... Ну, опять же, есть некая вариативность, некое творчество, это, с одной стороны, это как инструмент, это когда появились дизайнерские программы, там, компьютерная, вот эта вся индустрия пошла, то, опять же, среди художников и дизайнеров было такое опасение. Алармизм. Да, что все, нас отменят, выключат и так далее, и так далее. Ну, мы все, мы пользуемся, сейчас он с рождения даже, дети пользуются этими самыми всякими гаджетами, да, и надо тоже думать, а что дальше они подрастут, вот те дети, которые сейчас, там, год, там, два, там, когда они маленькие еще, и когда они уже осваивают всякие приложения, осваивают телефоны, планшеты, там, компьютеры, да, вот они подрастают, там, через 16-17 лет они будут поступать. Как учить? Пока искусственный интеллект не личность, поэтому пока бояться не надо. Ну, немножко вы меня успокоили. Осваивать, наверное, надо все-таки. Как-то ознакомиться с этим, понимать, как это работает, наверное, надо. Как инструмент. Знакомиться надо, бояться не надо. Это отличный вывод, ну, тем более, что ученые говорят, что искусственный интеллект, он силен в тех процессах, которые легко алгоритмизируются. И чем сложнее твоя, видимо, личная, индивидуальная схема, тем, наверное, сложнее тебя алгоритмизировать. Так что будем без боязни смотреть в будущее и не бояться ничего, включая искусственного интеллекта. В теории опасность есть. Да есть, конечно. Нет, давайте ничего не бояться все-таки. Давайте ничего не бояться. И у меня последний такой к вам блиц вопрос. Уж тут-то, я надеюсь, я могу предугадать ваши вопросы, ответы, а может быть и нет. Рисование и преподавание – это полезное для души занятие? Это способ мышления. Если вы мыслите, значит, вы существуете. Спасибо. Ну, это форма жизни уже. Просто, ну, незаменимая, я бы сказала. Спасибо. Насчет рисования не знаю. Вообще слово искусство, там корень искушения, да, это близко к этому. А вот преподавание полезное для души, да? Это точно. Конечно, искушение, значит, душеспасительное получается, деятельность. Преподавание или рисование? И синтез преподавания и рисования. А как без рисования ты можешь преподавать? То есть это как-то вот на словах только. Нет, именно для духовного здоровья насколько полезно занятие искусством, если же так вот сформулировать. Ну, если мы занимаемся, если мы не можем без этого, я всё вспоминаю своего преподавателя Анатолия Матвеевича Бугакова, да, по рисунку и живопись. Он говорит, ну, если ты можешь без искусства жить, живи, не нужен себе усложнять жизнь. Дело даже не в этом, да, но искусство даёт очень много искушений. То есть для духовного здоровья, да, вот для какой-то внутренней чистоты иногда здесь опасности есть. Ну, так без искушений невозможно, как бы, пройти путь достойно. Как вот без искушений ты качественно... Можно же где-то сломаться, где-то сломаться и уйти, да, в какую-то в тёмную сторону. Запросто. Запросто, да. Но здесь у нас получается, что... Ситуация, да, у нас ответственная. Причём вдвойне и за себя, и за то, куда мы победим. Поэтому я говорю, что преподавание, да, это очевидно, это, да, здесь сложно, здесь вот и польза для души, и ответственность. А вот рисование как искусство, да, если говорить об искусстве, здесь есть сложности, мне кажется, для духовной чистоты, скажем так вот. Ну, надо, наверное, всегда как-то искренним, самим собой в первую очередь быть. Друзья, пока наша... Пока наша беседа не перешла окончательно в теологическое русло, есть ли у нашей дорогой аудитории, которая во многом состоит из молодых людей и студентов, которые, как кто-то из наших спикеров сказал, должны нам доверять, должны, но не обязаны. Есть ли у вас, дорогая аудитория, какие-нибудь вопросы? Да, у меня есть вопрос. Насколько вы говорили про школы, про проблему, что в школах очень сильно раздельны познания биологии, химии и остальных наук. И насколько, как объяснить молодому поколению, маленьким детям, что нам нужно разграничивать технологические системы, что они направлены больше на решение каких-то прикладных задач, решение, допустим, отдых или какие-то системы, которые должны оставаться в живом формате, то есть общение личное, там, не знаю, спорт, отдых. Так вот, научить молодых пользоваться и живой системой, как нужно, и технологичной системой, как она должна быть. То есть, чтобы технологичная система не отнимала время, которое можно потратить на живое. Как-то так. Я надеюсь, это понятно, что я не делаю. Спасибо за вопрос. Позвольте, я тоже начну. А здесь дело в том, что всегда нужно от процесса получать удовольствие. Понятно, что не всегда это получается, всегда, ну, часто трудности какие-то возникают, да, но в первую очередь это, когда у тебя есть удовольствие, когда ты делаешь, когда у тебя ты понимаешь, что получается, да, тогда возникает азарт. И это вот как снежный ком, у тебя есть азарт, у тебя возникает удовольствие, да, от самого процесса исполнения, да, какой-то задачи и, соответственно, результат. Я вспоминаю себя в школе, я по алгебре, да, я учился очень плохо. Ну, я двоечник был, я всегда считал, что тупой просто, ну, и вот в математике вообще никак. До того момента, пока я не пошел в экстернат, я сдал 10-11 класс за полгода, вот, и когда мне повезло с преподавателем по алгебре, я говорю, вы меня можете вообще не задавать вопрос никакие, вот к доске меня уже не вызывали, там, ну, не знаю, лет 8, наверное, обучение, вот, потому что знали, что это бесполезно. Она говорит, там, в каком, где у тебя пробел, чего-то не знаешь, да, я сказал, то-то, то-то, то-то. Она мне подсказала какие-то алгоритмы, и вот вы не поверите, да, за, там, 2-3 месяца, что я занимался с ней, это вот в экстернате, она мне потом уже в конце стал давать задачи из физмата. Она говорит, у тебя чисто технический склад ума, а я стал получать удовольствие, то есть у меня действительно начало получаться. Я сдал какие-то решения интересные, задачам, да, математическим, как-то, выход какой-то на интересное решение, я понял, что это то же самое, то же самое творчество. Важно научить, мне кажется, школьника не уходить на что-то одно, а существовать идеологию. Конечно, да, конечно, тем более надо получать комплексные знания, поэтому, ну вот в школе, да, в школе немножко так поотдельно, да, мы получаем отдельно по этой дисциплине, по этой, а уже в институте, когда мы поступаем в институт, в институт, в университет, там же весь учебный процесс продуман в комплексе, чтобы со всех сторон студент на выходе, да, уже он был подкован. Вот, поэтому здесь нужно, ну, как-то, понятно, что это работа по добыванию знаний, это общение, общение с преподавателями, общение на взаимодоверие и на взаимоуважение, это, собственно, общение и с профессионалами в области, да, общение между собой, между студентами, вот чего не хватает художникам, как вот, да, в частности, многим иллюстраторам, талантливые есть, талантливые ребята, да, там все студенты, но коммуникативные навыки, к сожалению, бывает так, что отсутствуют. И вот сидит дома и работает там в свое удовольствие, в лучшем случае на выставке. Да, я согласен, да, художнику нужно открываться миру очень шире и внимательно к ним относиться, к миру. Это очень важно, конечно, да, технологии такие, что можно из дома не выходить там месяцами, но нужно открываться миру, нужно смотреть, исследовать, изучать, иначе художникам не получится. Без улицы, без окружающего, ну, никак нельзя. Ну, мне кажется, мы с первого курса об этом говорим. Это очень важно. Мне кажется, вопрос был по поводу воспитания, какой-то организации этого воспитания. Я думаю, что тут действительно очень важный вопрос, от чего, собственно, человек получает удовольствие. Потому что всем окружающим миром, всей окружающей средой навязывается то, что нужно делать что-то, что вам рекомендуется, навязывается, как нужно жить, покупать, чему радоваться, чем хвастаться перед окружающими. Или можно получать удовольствие от чего-то совсем другого. В этом-то и смысл образования и воспитания, чтобы показывать детям вначале, потом более взрослым уже, что, собственно, ценность составляет в жизни. У меня такой вопрос. Я уже работаю графическим дизайнером какое-то время, и вот мы сейчас на компаниях, в которых я работаю, сейчас сталкиваемся с искусственным интеллектом. И мы, например, покупаем часто исходники у художников для каких-то работ. Но в последнее время с тем, что искусственный интеллект стал общедоступный, он практически намного дешевле, например, чем те же работы, к сожалению, художникам, которые приходят работать в компании, приходится работать с тем, что генерирует искусственный интеллект. И им приходится все время вести диалог с теми людьми, которые считают, что то, что генерирует искусственный интеллект, это зачастую может быть лучше или хорошо, или достаточно для того, чтобы существовало, например, в реальной жизни. В связи с этим у многих художников или дизайнеров, неважно на самом деле, встает вопрос, как правильно доносить ценность именно своей работы до людей, которые не являются частью профессионального сообщества художественного. И очень многим людям тяжело, например, на первых порах отстаивать вот эти свои ценности. Поэтому хотелось бы именно преподавателям попросить... Ну, не знаю, это, наверное, не просьба, это, наверное, какое-то пожелание, может быть, помогать студентам именно развивать, правильно сказать, риторическую какую-то функцию, чтобы они могли формировать вот эту художественность, объяснять людям не из профессии, что вот это вот хорошо, например, а вот это вот по каким-то признакам не то, к чему стоит стремиться. Есть ли сейчас в ВУЗах какие-то такие программы, которые помогают именно студентам как-то вот сама реализоваться именно вот, условно говоря, в такой теоретической сфере своей профессии? Спасибо. В нашем ВУЗе, помимо основных дисциплин, которые в учебном плане, в учебной программе там описаны еще, есть элективные дисциплины, как раз где тоже изучают и тот же самый искусственный интеллект, и актерское мастерство даже, потому что это очень востребованное, получился, да, очень востребованный электив, элективная дисциплина, когда действительно там, ну, как-то можно раскрыть себя еще с другой стороны, чем непосредственно там рисование, скажем, только иллюстрация, вот, и так далее. То есть, ну, пока вот мы внедряем такими с помощью элективных дисциплин, мы корректируем учебный процесс, чтобы он был, ну, как-то более актуален времени, вот. Хотя, с другой стороны, конечно, и не в искусственном интеллекте, да, если мы возьмем индустрию книжную и вообще в целом иллюстрацию, то тоже конъюнктуры там же тоже есть, и навязывают тоже менеджеры, то есть, ну, не то, что навязывают, они проводят анализ, понятно, там, целевой аудитории, в зависимости от этого уже художника либо выбирают того или иного художника на тот или иной проект, либо художник корректирует его действие. То же самое, что вот вы говорите в нейросетях, там тоже существуют, опять же, какие-то базовые алгоритмы, да, основанные на наследии, так скажем, да, на наследии тех или иных художников, вот, на творческом наследии. Но хотя, опять же, в тех же самых нейросетях можно и свои портфолио тоже как-то адаптировать, да, и получить результат, как бы себя в зеркале увидите. Здесь, если я правильно понял вопрос, да, то, в общем, конечно, художнику объяснить, что это хорошо, это плохо, вот прям всем это невозможно, это очень ниша всегда, да, то есть какой-то художник, ну, то есть хороший художник, он так или иначе находит свою нишу, в которой он сможет объяснить, что хорошо, что плохо, да, ну, вот так, чтобы вот прям вот всему человечеству, наверное, наверное, да, здесь, ну, кто-то находит больше понимания, кто-то меньше, это не значит, что лучше, что хуже. Здесь сложный вопрос, на самом деле. Да, так вот убедить все человечество невозможно, но все равно у каждого художника, поэта, музыканта и так далее, и так далее, да, есть какая-то определенная ниша, какие-то поклонники, у кого-то их больше, у кого-то меньше, здесь можно вести диалог, а, наверное, так вот широко это, по-моему, невозможно. Ну, у нас на старших курсах идет индивидуальная работа со всеми студентами. Мы открыты, вот, и открыты всегда к общению, к любым вопросам, к обсуждению всех проблем, но далеко не все пользуются этими возможностями. Думаете, очень много студентов, старшекурсников приходят, которые вот хотят действительно что-то обсуждать, показать, спросить? Нет, не используют. Очень жаль вообще, что столько времени, сил тратят молодежь, родители на то, чтобы поступить в институт, а потом на занятия не ходят, не посещают, заняты какими-то другими своими делами, то есть не используют те возможности, которые им предоставляются. Предоставляются очень хорошие, много возможностей, а они их не используют. Вот это очень жаль. Это очень жаль. Ну, понимаете, это вопрос действительно очень непростой, в том смысле, что не может же какая-то структура, там, я не знаю, какие-то люди, которые будут установить правила, что хорошо, что плохо, понимаете? Значит, это должно происходить каким-то естественным путем. Но, видимо, как минимум, это, значит, общий уровень культуры должен быть такой, чтобы то, что плохо было, видно сразу. Да? Ну, по крайней мере, желательно, чтобы те люди, которые занимаются той или иной деятельностью, которая имеет большое значение для общества, даже в какой-то смысле формирующие это общество, да, чтобы они понимали, что они делают. Они думали только о своем кармане. Ну, это, да, конечно, вопрос такой есть. Вот. Ну, наверное, тут без некоторого насилия в форме государства невозможно обойтись. Я так думаю. Спасибо. Мы с вами в финале вышли на сложную тему. Возможно, решения и готового ответа нет, поскольку все, что касается современных технологий и этого самого ИИ, искусственного интеллекта, это то, что вот прямо сейчас на нас, к нам приехало, в общем-то. И мы немножечко оказываемся в положении английских лудитов, этих ткачей лондонских, которому казалось, что все их беды от новых механизмов. И если их разрушить, то проблемы исчезнут. Но мы не лудиты. Мы художники и преподаватели. И да, мы живем в эпоху большой цивилизационной трансформации. Никто к ней не готов. Но мне кажется, что люди образованные, умные, читающие книжки, как-нибудь со всем этим разберутся. И вероятно, когда настанет второй всероссийский форум иллюстрации, мы на эту тему сможем поговорить с какими-нибудь более доказательными доказательствами и аргументами. Позовем на форум искусственный интеллект. А не страшно? Представляете, что такой входит, двухметровый, огромный, в дверь не влезает. Я так себе представляю. Ну мы его адаптируем для себя. А может... Послушайте, в общем, на этой оптимистической ноте, на предстоящей встрече не с интеллектом искусственным, а с естественным в лице наших дорогих спикеров, наших дорогих слушателей, зрителей, наших студентов, бывших, будущих и настоящих, мы и завершим наш круглый столик, не совсем круглый, но мы люди с воображением, мы вообразим, что он круглый, и с маленьким перерывом продолжим наш, как называется, культурную программу форума. Всем большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ